Стихия ударила с новой силой. Под водой за сутки оказались села Шилкинского, Чернышевского и Нерчинского районов. 17 лет в колонии строгого режима. Стрелку, убившему ребенка через дверь, вынесен приговор. Меньше работы, больше отдыха. Дачники всей страны отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Эти и другие темы раскроем более подробно прямо сейчас. Вы смотрите новости на канале РТК Забайкалье в студии Дарья Пьяникова. Здравствуйте. Шилкинский, Чернышевский и Нерчинский районы стихия вновь ударила по населенным пунктам Забайкалья, частным домам, постройкам и огородам, переправам, трассам и даже железнодорожным путям. Одна из самых тревожных ситуаций складывается сегодня в четырех населенных пунктах Шилкинского района. Под затопление попали 550 домов, 9 дорог, разрушено 11 мостов. Ситуация находится под личным контролем первых лиц правительства края. Александр Осипов работал сегодня на месте ЧАЭС. По предварительным данным, третий за этот год удар водной стихии оказался мощнее и нанес больше ущерба, чем предыдущие. Но самое важное, что удалось избежать человеческих жертв. Региональное управление МЧС России увеличило свою группировку. Сейчас на месте работают 225 сотрудников МЧС, 37 единиц техники, 17 плавсредств. В настоящий момент личный состав группировки оказывает точную адресную помощь по эвакуации пострадавшего населения в пункты сбора временного и потом с последующим перемещением пункта временного размещения, которые развернуты сейчас у нас два на базе среднеотехнического училища колледжа, емкостью 250 койко-мест. И в настоящий момент идет подготовка второго пункта временного размещения на 500 койко-мест. Это на базе 51 среднеобразовательной школы. Сейчас уже проводятся аварийно-восстановительные работы. В срочном порядке на 7 из 11 разрушенных мостов в районе будут установлены водопропускные трубы и организован временный проезд для перевозки продуктов и людей, нуждающихся в медицинской помощи. На сегодняшний день предварительно мы оценили обстановку. Где-то около уже 550 домов попали под затопление. Около трех тысяч людей там проживает. В трех населенных пунктах, вот сейчас выехали две комиссии, они определяются уже по нанесенному ущербу. Это сельское поселение Новоберезовское, сельское поселение Верхила и населенный пункт Сельские Островки. Как рассказал Александр Осипов, в ходе общения с местными жителями приходилось убеждать людей покинуть зону опасности. В подтопленных населенных пунктах организовано совместное патрулирование силами МЧС и УМВД, которые в том числе будут контролировать и предотвращать попытки мародерства. Не надо сидеть в воде, не надо рисковать жизнями, не надо лезть на крыши. Сейчас надо заботиться о жизни, о здоровье. Работают комиссии, будет определен ущерб, будут выплачиваться возмещения. Я напомню, что по первым двум волнам наводнения мы уже большую часть в социальных выплат осуществили. Масштабные работы по ликвидации последствий паводгов будут организованы региональными властями сразу после спада воды. По мере возможности работа над стабилизацией обстановки уже начата. Ситуация находится под личным контролем губернатора региона Александра Осипова. И в продолжение темы. В Чернышевском районе паводками в ночь с 22 на 23 июля было снесено шесть мостов, отрезаны от главных дорог 12 населенных пунктов. В шести селах отсутствует сотовая связь. Население постоянно оповещается. Путем громкой связи организован вывоз людей из зон потопления большими автомобилями «Урал» и специальными плавсредствами. За беременной женщиной из Букачачи, у которой начались экстренные роды, был вызван вертолет санавиации. В настоящее время продолжается работа по подсыпке размывов и мостов. В районном центре создано шесть пунктов временного размещения. Вместимостью в 410 человек организовано горячее питание. В связи с размытием дорожного полотна к полудню был полностью закрыт для проезда участок федеральной трассы Амур-Чита-Хабаровск. Госавтоинспекция сообщила о невозможности передвижения по участку в Шилкинском районе для пассажирского, грузового и тяжеловесного транспорта до завершения всех работ по восстановлению дорожного полотна. Еще одно полотно, на этот раз железнодорожное, также не выдержало натиска стихии. Железнодорожный мост обрушился в Сретенском районе на перегоне Куинга-Укурей. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. По информации сайта Забайкальской железной дороги, к месту происшествия были оперативно направлены противоразмывные и восстановительные поезда. В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса оперативного реагирования. В пункты временного размещения граждан и адресно в потопленные районы уже отправились автомобили с товарами первой необходимости. В первую очередь для местного населения были отправлены запасы питьевой воды, свежего хлеба и продукты с длительным сроком хранения. Добровольцы Объединенного штаба по ликвидации ЧС вновь объявили срочный сбор гуманитарной помощи. В первую очередь пострадавшим нужны продукты, бытовая химия и постельные принадлежности. Оказать свою посильную помощь землякам можно, обратившись в круглосуточный бесконтактный пункт приема вещей мягкого инвентаря по адресу Лермонтова-1, вход с улицы Анохина через парковку ТГК-14. Это здание БТИ на первом этаже сразу при входе налево. Все вопросы можно уточнить по телефону 914-456-13-15. Любую помощь от населения принимают сегодня и во всех учреждениях социальной защиты. На ваших экранах и реквизиты для финансовой помощи пострадавшим от наводнения. К другим темам. 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Такой приговор сегодня озвучен 33-летнему жителю Читы Василию Дунцу, убившему через дверь девятилетнюю девочку-соседку. Напомним, 17 февраля около 17 часов 30 минут в жилом доме, расположенном в железнодорожном районе Читы, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с соседями выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12-го калибра в закрытую входную дверь квартиры напротив. В результате полученного огнестрельного ранения грудной клетки головы, находившаяся в квартире девятилетняя девочка, скончалась на месте. Особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий и циничный характер вызвали широкий резонанс. Дунец незаметлительно был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Следствием тщательным образом изучены все обстоятельства произошедшего. Проведен комплекс необходимых экспертных исследований и допросов, в результате которых собраны непровержимые доказательства виновности подсудимого. Итоги еще одной непростой недели в плену COVID-19 подвели сегодня на оперативном штабе по вакцинации населения. Анна Бородина расскажет подробнее с места событий. Ситуация с COVID-19 в регионе остается по-прежнему напряженной. Заболеваемость не снижается. Болеть чаще стали дети. За последние сутки 290 человек заболели, скончались 8. В тяжелом состоянии находится 203 человека, 72 на искусственной вентиляции легких. Продолжается рост болезней в 16 районах края. Среди лидеров Олегзаводский, Улетовский, Сретенский, Шилкинский. Ограничения пока не снимаются, но и новые вводить не планируют. Сложная ситуация в крае не только с заболеваемостью, но и с поставкой вакцины. Весь препарат, который поступил в Забайкалье на прошлой неделе, это 24 дозы, уже практически закончился. Так, в Краснокаменске, куда утром поступило 1 тысяча. Осталось порядка 20 ампул. Заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова отметила, что в Чите охват вакцинации составляет лишь 30 процентов по отношению к другим регионам, где охват 50-60 процентов. Новая партия прибудет в Забайкалье ориентировочно в конце июля. В регионе обсудили идею и самостоятельным производством средств индивидуальной защиты, которые тоже уже на исходе. Нам обещают вакцину, которая выйдет в оборудование с 29 июля. Это пока она выйдет, пока ее растащат, довезут до регионов. Это практически, пока мы сами ее промаркируем, мы ее пустим, уважаемые главы муниципальных образований, где-то примерно 5 августа. То есть до 5 августа посидим в дефиците вакцин. Это по факту как есть. Исходя из этого, все мероприятия, которые определены постановлением губернатора, я прошу выполнять в том числе на территории всех районов. Анна Бородина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье. Пандемия и наводнение, отдых в детских лагерях Забайкалье этим летом больше похож на лотерею. Повезет, не повезет. Об угрозах срыва здравительной кампании 2021, проверках и нарушениях говорили сегодня в Министерстве образования региона. Буквально вчера, после нескольких дней, скажем так, очень жёсткого контроля ситуации, всё-таки пришлось эвакуировать детей из загородного лагеря в Нерчинском районе, солнечный. 68 детей были эвакуированы именно из-за угрозы подтопления. К сожалению, это риски, которые всегда были и остаются. Несмотря на природные катаклизмы, лагеря продолжают работать и принимать детей. Чтобы обезопасить тех, кто уже отдыхает, 54% всего обслуживающего персонала прошли вакцинацию. Также в местах детского отдыха сохраняются строгие ограничения. Это одномоментный заезд в лагерь, запрет на посещение родителями и конечно-потрядное разделение. А именно максимальное разобщение детей, чтобы в дальнейшем избежать вспышек инфицирования COVID-19. У нас перед началом оздоровительной смены все лагеря были проверены специалистами территориальных отделов и специалистами управления, по результатам которых были выданы санитарно-педемиологические заключения о соответствии лагерей с санитарным требованиям. Перед открытием оценивалось соответствие зданий, строение сооружений, территории, условия водоснабжения, оценивались какие продукты кто будет поставлять. В ходе уже работы летних лагерей нами проводятся как плановые, так и не плановые проверки. И вот на сегодняшний день уже проверено 203 или 38,7% от общего количества лагерей. Если есть проверки, есть и нарушения. Здесь зарабатывает пресловутый человеческий фактор. В 30% выявленных случаев вопрос надлежащего содержания территории, помещений, организации, питания. Предписания выдаются сразу и чаще всего устраняются еще в ходе проверки. На сегодняшний день мы констатируем, что большая часть лагерей уже состоялась. То есть по статистике отработали на сегодняшнюю дату 509 организаций, проведя 550 смен. То есть это и полные смены в 21 день, так и смены в 18-14 дней. То есть те, которые отражают именно профильную направленность летней оздоровительной кампании. И на сегодняшний день общий охват составляет 35 390 детей. Выставка художника Батоду Горжапова под названием «Игра солнца» открылась в музейно-выставочном центре. На ней представлено полсотни художественных работ, выполненных в стиле импрессионизма. Экспозиция приурочена к юбилею мастера. Ему исполнилось 55 лет. Творчество Батоду Горжапова широко известно не только в России, но и за рубежом. Картины мастера вызывают неизменный восторг зрителей и признание коллег. Когда великого художника Клода Мане спросили, каков же сюжет твоей картины, он ответил, сюжет картины – это свет. И в самом деле, рассматривая картины импрессиониста Батоду Горжапова, становится понятно, как важна для него игра света. Батоду Горжапов – наш современник и наш земляк. Родился в Дульдурге, школьные годы прошли в Чите, а после окончания Московского художественного института имени Сурикова он остался жить в Москве. Живопись Батоду Горжапова сражает неискушенного зрителя на повал. Большинство его полотен выглядят так, будто капли красок разбросаны по холсту порывами ветра. Как говорит сам мастер, живопись для меня – это ощущение расфокуса. Так и есть. Изображение получается нечетким, без контура. Ирина Васильева, куратор этой выставки, рекомендует смотреть картины импрессиониста с расстояния трех метров. Импрессия – это впечатление. То есть основной момент, как нужно смотреть картину, правильно сказать, читать картину – это попробовать почувствовать то, что почувствовал автор. Он, когда создавал картину, создавал этюд, не столько реалистичность изображал, сколько свои ощущения от увиденного. И вот эти ощущения он перенес на полотна, и нам представлена возможность именно почувствовать, как выглядит город Чита, или как выглядит Сочи, или даже как выглядит Венеция или Франция. Настроение всегда менялось, и настроение в период жизни даже тоже менялось, и оно влияло на творчество. Где-то, например, была романтика в начале 90-х годов XX века, а в конце этого же периода, в конце XX века, уже идет противоречие. И отсюда мазки у художника уже совсем другие. Некая резкость, контрастность проявляется уже сразу, и романтика уже отсутствует. Каждый пейзаж Бато Дугаржапова надолго остается в памяти, вновь и вновь всплывая перед глазами. В этом, наверное, и есть сила таланта художника. Он словно приоткрывает для нас завесу тайны, помогая заново осознать, что мир прекрасен, что счастье заключается в самой жизни, и что все вокруг пронизано любовью. Бато является мировым художником. Он и писал, и творил во Франции, США, Италии, ну и, конечно же, у нас в России. В этом году празднуется 55-летие мастера, и поэтому, зная, что он уроженец Забайкальского края, Агинский национальный музей выставил сначала у себя работы, а потом любезно предоставил и нам, в город Читу, чтобы здесь, на площадке музейно-выставочного центра, можно было полюбоваться его творениями. На выставке представлены полсотни художественных работ, написанных с 1999 по 2012 годы. Сотрудники художественного музея надеются, что в дальнейшем Бато Дугаржапов посетит родное Забайкалье и привезет для показа свои новые шедевры. А действующая экспозиция мастера продлится до 28 августа. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. Сегодня можно официально рвануть на дачу и позволить себе не работать, а только отдыхать. Повод обязывает. 23 июля свой официальный праздник отмечают дачники и все те, кто пропадает на участке с весны до поздней осени. В случае с Забайкальским краем поздравление сегодня заслужили те, кто вначале укрывает саженцы от ледяного ветра, потом переживает, чтобы осада не сгорела и, наконец, трясется над урожаем при первых минусовых. Но героиня нашего сюжета, зеленый блогер Юлия Отверченко, советует меньше стресса, больше позитива. И работа на огороде всегда будет в радость. Никаких сорванных спин и рассыпающихся позвоночников. Порхая по своим соткам в летнем платье и с телефоном, а не с тяпкой в руках, Юлия Отверченко давно вызывает недоумение не только у соседей. Но так было не всегда. За два года ей удалось вырастить не только образцово-показательный огород, но и число подписчиков в своем зеленом блоге. Все было случайно, набегами, непонятными. Углубленно я занялась огородом, наверное, года три назад. Тогда, когда появился у меня блог, и я начала заниматься огородом и блогом параллельно. Мне же нужно что-то рассказывать и правильно рассказывать, поэтому я начала это все изучать. Я сажаю все по чуть-чуть, по две, по три штучки, там помидоров у меня 20 штучек, но я за ними ухаживаю так, как надо, как положено, а не просто так вырастут в плантацию томатов, например, 50 штук посадить. Ну, как получится, так и за ними ухаживать. Я делаю это правильно. Пусть случаев будет мало, правильно, но отдача будет 100%. Отдача на этих кадрах. Огурцы позеленели еще в начале июня, помидоры покраснели к первому июля. На очереди домашние арбузы. В ее теплице, где, несмотря на советы бывалых, дружно уживаются все культуры разом, от графика не привыкли отставать. В марте рассада под прикрытием печного отопления, летом спасает самодельная система вентиляции. Еще один секрет урожая без лишних хлопот – все сорняки с участка тут же идут в дело, вместо вреда принося только пользу. Получается, компост в грядке, она там перегнивает, дает питательные вещества всем растениям. Все питательные вещества, которые есть в траве, попадают обратно в грядку. Плюс это укрыта корневая система от нагревания, от переохлаждения и от засухи. Система мульчирования как отдельная философия, считает Юля. Земля ни в грядках, ни в теплице не должна оставаться голой. Все, что взял, нужно обязательно восполнить. По этому же принципу – почву после сбора урожая на этом огороде никто не перекапывает, она неприкосновенна. Под слоем мульчи живет синая палочка. Вот, вот эта вот спорость синой палочки – это тоже грибок, который антагонист вот этим кладоспориозу и фитофтори. Получается, если есть синая палочка, то это естественный враг грибов, который поражает наши томаты. Та же система и с посадкой картофеля. Весной закопали, в течение лета только подбрасывали свежую мульчу. Полоте и огребать не надо. Культура напиталась всеми полезными свойствами от травы и уже бьет все рекорды по размерам. Знания облегчают жизнь на даче не только Юлии, но и армии ее зеленых поклонников в интернете. С ними она с удовольствием делится своими овощными и цветочными секретами. В ее коллекции 90 сортов калеуса, уникальные пеларгонии и даже плавучие нимфеи. Вечером, например, в огороде ничего не делаем. Мы просто садимся с мужем, достаем самовар и пьем чай из смородиновых листьев, из мелисы, мяты и чабреца. Смотрим и наслаждаемся жизнью. Чего и другим желает. Огород с умом, считает Юлия, это не про количество, а про качество и удовольствие от процесса. Дарья Пьяникова, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье. И к этому часу это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.